Увеличилось ли количество мужчин, возвращающихся в Украину из-за границы, оценка ГПСУ. Пограничники не фиксируют увеличение количества мужчин, возвращающихся в Украину из-за границы, об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на спикера Государственной пограничной службы Украины Андрея Демченко в эфире телемарафона. За последнее время нет такого резкого преимущества, к примеру, на выезд из Украины. Это может быть перед выходными, но в дальнейшем большинство пересечений границы идет на въезд. Мы не выделяем статистически по полу, по возрастным показателям пересекающих границу граждан, сказал он, по словам спикера, за последний период количество мужчин, въезжающих на территорию Украины, такое же, как количество выезжающих за пределы государства, если говорить за мужчин, то за последний период в процентном соотношении это где-то 50 на 50. У тех граждан Украины мужского пола, которые имеют основания для пересечения на выезд из Украины, пограничники проверяют документы, основания для такого движения. И такое же количество мужчин условно пересекает границу на въезд в Украину, пояснил Демченко. Новый закон о мобилизации. Напомним, 18 мая вступил в силу закон о мобилизации в Украине. По обновленному законодательству, все военнообязанные должны обновить учетные данные до 16 июля 2024 года. Сделать это можно лично в ТЦК или центрах предоставления админуслуг, или через мобильное приложение «Резерв Плюс». Обновить данные должны все военнообязанные мужчины и женщины, даже те, кто находится за границей. Кроме того, правительство обновило порядок оформления и выдачи паспортов за границей. Теперь мужчины от 18 до 60 лет не смогут получить паспорт за пределами Украины без военноучетных документов. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК Украина в Телеграм. Редактор субтитров А.Семкин